В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком. Тема война. Вопрос 2334». Вы говорите, что мы виноваты перед чеченцами, и нам нужно приносить покаяние за завоевание их еще при царской власти. И в эту войну их Сталин выселял. Но не возгордятся ли они? Не станут ли на этом спекулировать? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Кто ищет спасения своей души, тому в голову такие вопросы не придут. А он найдет обиженно им и попросит искреннее прощения, и постарается загладить вину свою, возместить ущерб, нанесенный ему. Оттуда нам знать, как чеченцы воспринут наше покаяние. Откуда, вернее. Бытие, 50 глава, 17 стих. Так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога Отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Плачь Иеремии, 5-7. Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их. Второзаконие, 5-9. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов, наказывающих детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Жалобщики не всегда правы, а может, вообще они не правы, когда страдают от худой молвы, от неужившего, мизерного нрава. Лишь за себя, озляясь, права качают, разоблачают тишину у звезд, в печати принародно обличают коллегию судейскую, вводя за нос. Но стоит им обычно подскользнуться и спачкаться уже в своем белье, сгорбатьясь ищут придорожный кустик, их сфера деятельности – низенький вольер. Иначе по-иному у пророков, чей дух и перед тираном не сгибался. Гремели сотни лет, их страшный рокот над деспотов простерт грязящим пальцем. Всем обалдуем, охламоном зрелым, и ныне неспокойно от таких угроз. Не все слова с тех пор остались целы, и не у всех на них сегодня спрос. Пророки жалуются Богу и Иегове на нашу трусость, подлость и измену, что кровопийцам, правящим все мало крови, и ими глаз божественный осмеян. Восстать за истину, к ответу злых призвать, законы Божии бессовестно поправших, предавших Бога сущего и церковь мать, грозить судом мирским и даже страшным. Не жалуйтесь, что воробью клюют. Наркоту, 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 коноплянное зерно. На соловьев, что по ночам поют, на петуха, творящего порно. Утишьтесь, соблазняясь по-пустому. Смотрите за своей растущей в кривь матрёной. От ваших жалоб уже и мёртвый стонет. Язык у вас не меч, а куча шестерёнок. 24.08.04. Игла. Игнатий Лапкин.